Итоги выборов окончательные, и наблюдатели подчеркивают, что это был именно осознанный выбор. Президент Владимир Путин заявил, что результат связан с давлением на Россию со стороны тех, кого дипломатично называют партнерами по геополитическому процессу. На митинге, посвященном освобождению города-курорта от немецко-фашистских захватчиков, глава города поблагодарил анапчан за фактическую поддержку политического курса страны. Выборы в прошедшее воскресенье депутатов Государственную Думу Федерального Собрания показали нашу сплоченность. Я хочу всех, пользуясь случаем, поблагодарить за то, что Анапа показала себя самой положительной стороны. Если сравнивать с голосованием на выборах в федеральный парламент, которые состоялись в декабре 2011 года, в этот раз «Единая Россия» набрала больше на 5,7% голосов. И это несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране. Ближайшая к населению ступень властной вертикали, муниципалитет, результаты выборов – это и оценка работы действующей власти. За три прошедших года решились многие фундаментальные вопросы. От многомиллионных проектов по строительству инженерной инфраструктуры, строительства впервые за 15 лет, новых детских садов и лечебных учреждений до развития сельских территорий. От законодателей анапчане, конечно же, ждут поддержки курорта и решения волнующих их проблем. Я считаю, что нужно больше всяких детских площадок, больше садов, школ. Курорту необходимо больше развить инфраструктуру, чтобы не терять людей, которые уезжают в Крым. И, естественно, мы должны к этому приложить все усилия с помощью нашего мэра и всех структур, которые задействованы в нашей Анапе. Нам хочется в Анапе, чтобы было больше зеленых насаждений, чтобы было больше сквериков людям отдыхающим. Кажется, надо подумать о создании рабочих мест. Вторая проблема – в архитектуре города задуматься над расширением проезжей части улиц. Я считаю, что Анапе нужны велосипедные дорожки. Я вот катаюсь на велосипеде, очень опасно ездить по обочине дорог, а на тротуаре мы мешаем пешеходам. Оценку, собственно, процессу дали его непосредственные участники – представители политических партий. Депутат Госдумы шестого созыва от ЛДПР Андрей Луговой осмотрел один из участков и проголосовал по открепительному удостоверению. С точки зрения организации вообще нет вопросов. И концерт, и плюшки, и булочки, и все организовано, быстро, оперативно, без очередей. Поэтому я считаю, все нормально у вас, так что молодцы. Глава города держал под контролем всю организационную часть, объезжая участки для голосования. После обеда в ряде населенных пунктов за один час выпала полуторамесячная норма осадков. В станице Гостогаевской из-за разгулявшейся стихии пришлось срочно менять расположение избирательного участка. Сергей Сергеев на месте дал поручение о переносе голосования в резервное помещение, отметив по итогам слаженные действия властей, полиции, спасателей и избиркома. Губернатор Краснодарского края подчеркнул, муниципальные власти приняли все меры, чтобы обеспечить бесперебойный процесс голосования. Людям дали возможность реализовать свое право сделать выбор. Погода подкачала и в Новороссийске, и в Анапе, но, друзья, самое важное, что выборы прошли, я считаю, они легитимно прошли. И участок в Анапе вовремя заменили, и в Новороссийске вовремя начали ликвидировать последствия, что не послужило препятствием для воли изъявления граждан. То есть везде сработали оперативно. И отдельное спасибо хочу сказать и сегодня главе Анапы, и исполняющим обязанности главы Новороссийска за оперативные действия, за мобильные действия, за правильные действия, за то, что просто не сорвали выборы в своих муниципальных образованиях. Вот за это огромное спасибо. Персонал. Впрочем, непогода не изменила главного результата. Многие анапчане, а также гости города-курорта отмечают постоянные перемены к лучшему. В том числе и за такую стабильность проголосовали те, кто пришел на избирательные участки.